Сегодня на рынках отмечен аппетит к риску из-за новостей по Brexit и торговым отношениям между США и Китаем. Вместе с тем, накануне вечером Дональд Трамп подтвердил гибели лидера исламского государства, что запрещено в РФ Абу Бакар Аль-Багдади. И единственное, что могло ограничить рисковое настроение, так это то, что Аргентина приняла решение ограничить покупку доллара. Индекс USDX, отображающий динамику курса доллара в корзине шести мировых валют основных торговых партнеров США, начал неделю подъемом на 0,01% к отметке 97,84. Росту курса доллара способствовало укреплению доходности Treasuries. На этом фоне котировка доллар-иена поднялась к полуторанедельному максимуму, однако закрепиться на вершине ей не удалось. График консолидируется вблизи отметки 108,75. Торги проходят в ожидании заседания Центробанка в США и Японии. Трейдеры готовы к тому, что по итогу совещания ФРС процентная ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, а японский регулятор, в свою очередь, оставит политику без изменений. Кроме того, трейдеры учитывают деэскалацию торговой войны после очередной новости о том, что Пекин и Вашингтон близки к завершению предварительного соглашения. В этот раз китайская сторона подтвердила наличие прогресса, а Дональд Трамп отметил, что финальная сделка будет заключена в течение пяти недель. Тем не менее, барометры рисковых настроений в Азиатско-Тихоокеанском регионе воздерживаются от подъема. Котировка Audi USD остается в прежнем торговом диапазоне, чуть выше отметки 0,6810. Сегодня трейдеры вновь будут следить за обстановкой вокруг решения вопроса по Brexit. В центре внимания парламентское голосование по досрочным выборам 12 декабря в Великобритании. Также сегодня с прощальной речью выступит Марио Драги, покидающий пост главы ЕЦБ. Ждем намеков на то, как будет меняться курс монетарной политики европейского регулятора. На этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео. До встречи!